всем привет сегодня я в лесу у нас уж земля хрустит под ногами поэтому наверное прогулка будет более познавательной потому что даже суш растут грибы мы попробуем их найти изучить ну может даже что-то собрать не знаю честно сентябрь месяц 8 числа начинаем первый гриб за сегодня и это белый белый гриб также имеет свою разновидность вот это у нас белый сосновый у него и шляпка немножко темнее и ножка светлая такой гриб имеет массивную ножку и при этом очень редко бывает червивым видите даже гименофор немножечко пожелтел очень спелый хороший сочный гриб посмотрим на червивость так по его плотности я вам сказать скорее всего он чистый ювелирно сошкрябываем сохраняем ножку смотрим белый белоснежный такие грибы очень важно сразу очистить очистить от мусора чтобы они не загрязняли все остальные грибы в корзине особенно если вы кладете вместе и трубчатые грибы и пластинчатые потому что пластинчатые имеют такое свойство набивать в себя в пластинке песочек который потом очень сложно вымывается поэтому я стараюсь максимально очищать грибы от различного мусора да это немножко затягивает время но зато он принесет вам меньше неудобств дома при переработке ну вот еще один интересный гриб который я уже показывала это у нас мокруха пурпуровая у нее ножка становится тоньше у нее пластинки переходят в ножку очень хорошо переходят и такой вот необычный цвет сами пластинки такие серенькие это съедобный гриб мокруху пурпуровую я собираю уже давно я оставлю вам ссылку в описании как я ее готовила вот обычный способ приготовления она во время готовки становится фиолетовая очень сильно меняет цвет такого грязно-розового на такой ядрено-фиолетовый цвет если вам интересно посмотрите у нее интересный запах растет она редко одна но как то вот пока я вижу ее только одну я ее конечно же возьму ну вот еще один гриб сейчас посмотрим кого такого мы нашли отчасти этот гриб похож на много грибов и на лепиоту и на зонтик и на красной мухомоле и на мухомол серо-розовый на пантерный мухомол не похож потому что чешуйки у нас все-таки серые они белые но для того чтобы точно узнать что это за гриб его нужно как минимум вырвать у того же мухомола серо-розового есть одна очень очень важная особенность это зубчики на крае колечка на ножки эти зубцы они остаются от отпечатков пластинок молодом возрасте потому что покрывало прям прилеплено пластинкам они отпечатываются потом покрывало раскрывается и остаются зубцы ни один другой мухомол или какая-нибудь лепиота таких зубцов не имеет посмотрим есть здесь зубцы или нет очень хорошо и четко видны отпечатки зубцов на кольце колечко у нас приросшее но можно легко оторвать так что это у нас не зонтик дети остатки еще серых чешуек на шляпке это мухомор серо-розовый мухомор серо-розовый он же маремуха буквально в процентах 80 85 бывает червивы срежем часть ножки видите гриб полностью червивый просмотрим дальше вот очень часто маремухи они же мухоморы серо-розовые бывают червивы вот и сыроежки начались первая зеленая сыроежка сразу червила на вот уже и черный грузд пошел причем сразу же моментально хороший вот эти черные пятна это у нас кто-то его уже покушал свою первую партию черных груздей в этом году я уже засолила они нас стоят в холодильнике и ждут своего часа видите у груздей как у всех млечников есть наличие млечного сока при повреждении не на срезе а вот именно в пластинках какая оливковая ножка и шляпка с кругами насчет черных груздей здесь очень хорошее место здесь молодой березняк маленькие сосенки и очень хорошо видно лесной подстилку видите никакой заросли никакой высокой травы дебри и кустов так что очень удобно зеленая сыроежка а это у нас классический мухомор красный смотрите какой красавец несмотря на всю свою рисковость и на всю свою заинтересованность грибами красные мухоморы я не собираю я все-таки считаю что яд который находится в красном мухоморье все-таки пускай остается в красном мухоморье а не во мне ну как вы поняли вы только посмотрите какой мастер маскировки вообще с землей слился ну конечно он уже испортился видите внутри белый а пластинки совершенно темные они такими не должны быть для примера у меня есть другой грусть вот пластиночки видите здесь сухие и испорченные а здесь хорошие еще один черный груздочек идеальный просто вот ну вот